Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» у микрофона я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссёры Николай Слепцов, Айдын, Михаил Эверстов, а в нашей студии гости. Люди, которые своим делом назначили поиск и изучение древних артефактов. И некоторые из них они принесли сегодня в нашу студию. И я думаю, наши телезрители с удовольствием будут их наблюдать во время эфира. Спешу представить. Заместитель руководителя управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия Гаврил Терентьев. Гаврил Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Научный сотрудник Музея арктической археологии имени Светланы Александровны Федесеевой, Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха-Якутия Елена Соловьёва. Елена Николаевна, добрый день. Добрый день. И археолог научно-производственного объединения Северная археология-1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Иван Фролов. Иван Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Кроме того, что вы гость нашей студии, вы гости нашего города, нашей Республики, да? Ну, так получается. Рада вас приветствовать. И когда я готовилась к эфиру, я подумала, что, ну, у меня первый раз эфир с археологами. И я, конечно, неофит в этой теме, совсем человек не сведущий. А потом я нашла некие точки соприкосновения своей профессии и вашей. Потому что журналисты тоже ищут, копают путём задавания вопросов. Из человека выкапывают такое, что иной раз подумаешь, может быть, и не надо было копать. Бывают ли у вас такие случаи, когда вот откопал и думаешь, может быть, не надо было? Ну, да, ну, хорошее сравнение, да. Ну, в археологии чуть-чуть по-другому, имеется в виду, да. Ну, сегодня вот мы собрались по археологически-спасательным работам, да, именно вот... Да, именно так звучит наша тема, да. Последние годы, в общем, было в Якутске, в Якутии очень насыщенно. Ну, вот кратко суть расскажу, да, почему археологически-спасательные работы проводят и так далее. Вообще у нас в законе написано, что перед любой намечаемой деятельностью хозяйственной, да, когда там газопровод, там строительные работы, дороги и так далее, да, вот заказчик должен удостовериться, там археологический объект или нет, да. И для этого обращается наше управление по охране объекта культурного наследия. И мы смотрим по нашим данным, там есть ли археологические объекты или нет, проводились ли там археологическая разведка ранее или нет, и вообще территория перспективна или не перспективна. Ну, и на основании этого мы говорим, что вот там надо провести археологическую разведку, допустим, да. И, соответственно, он должен найти археологов, выйти на это, сделать археологическую разведку. Если археологи говорят, что территория косвоимая, ничего нет, то, соответственно, он уже может осваивать территорию. Если говорю, что там культурный слой есть, это территория археологического объекта, нам предоставляют границы территории, мы фиксируем. Ну, и, соответственно, нам, заказчику говорим, что у вас есть два выбора. Либо там ничего не строить, либо обойти, либо вам надо организовать археологические спасательные работы. И вот так у нас за 70-80 лет для археологической науки, которая у нас в изыскании, более 1200 таких археологических объектов найдено на территории, мест. И, соответственно, они охраняются для будущих раскопок. То есть память археологии охраняется до того момента, пока не будет проведена археологическая спасательная работа. И, соответственно, в этом году и последние вообще года очень много у нас археологических спасательных работ проведены. Это вот в 2017-2018 году, это «Сквер-учители». Вот у нас в городе Якутске впервые такие полномышленные археологические спасательные работы были. Вот Соловьева Елена Николаевна проводила. Второе, то, что напротив Государственного собрания «Лутумен» по улице Рославского тоже раскопки в 2020 году были проводились, там арбитражный суд. И вот в 2023-2024 год по улице Чернышевский, где раньше городская баня, там должны были построить, то есть дома построятся, четверо-звездочные гостиницы. И вот там тоже проводил Соловьева Елена Николаевна, археологические спасательные работы. Также вот у нас очень насыщенно было, ну, они отдельно расскажут, то, что, какие, да. И вот Иван Викторович Фролов, он проводил археологические спасательные работы на территории вот Каландрашири, Жирково, перекрестка в городе Якутске, да, где раньше стал Якутск-Кострок. Там строительная компания, хочет многотажный дом построить, тоже это территория археологического объекта, в свое время разведка там проводилась, и вот культурный слой. И тот же Иван Викторович подробно расскажет по этому раскопку, да. И у нас в этом году тоже в Мирнинском районе раскопки проводились на территории 16 тысяч квадратных метров. Там проводился Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, то это город Новосибирск, они проводили. Там на четырех археологических объектах в связи с тем, что будут расширять Вилюйское водохранилище на территорию, то есть затапливаться территория будет, и там вот четырех археологических в этом году они проводили, ну и завершили. Там найдено, но их сейчас нет, поэтому вместо них я вам могу рассказать, что там найдено более 30 археологических предметов, ну, ценные, так можно сказать, кельтские ножи, там каменные топоры, ну, неолит, времен неолита и металл, ну, там разнообразный слой есть. Ну, это промежутки между поселком Светлый и Чернышевский, вот на реке Вилюй они проводили. Ну, они обещают, что в следующем году нам, у нас, действительно, сделают выставку, ну, посмотрим, увидим. Ну, вот по остальным раскопкам вот наши коллеги расскажут. Лена Николаевна, а работы называются спасательные, потому что вы спасаете, да, вот эти вот артефакты? Вообще, на самом деле, если говорить про город, то абсолютно любые работы, хоть они будут научно-исследовательские, не спасательные, они по факту носят спасательный характер. Микрофон чуть-чуть поближе просит режиссер. Город активно застраивается, и поэтому в процессе строительства проводятся, конечно же, земляные работы, различные изыскания, и они, безусловно, разрушают культурный слой города Якутска, который формировался на протяжении нескольких столетий. Вот с момента основания якутского острога на территории долины Туймави, в долине Туймави, то есть в 1643 году, это вот все время формируется культурный слой городской. И любое, скажем так, вот воздействие на грунт в исторической части города, это, в общем, прямая угроза именно историческим памятникам, историческому памятнику. Поэтому, да. Вот вы сегодня, спасибо вам большое, принесли вот такие интересные артефакты. Может быть, вы расскажете про них? Вообще, я немножко ремарочку сделаю. Хорошо. Я уже Михайлович сказал, вот 30 предметов, немножко оговорилось, 30 тысяч предметов обнаружено. Ого, так много. Это вот на филюе. У нас, я думаю, еще больше. Очень много массового материала. Культурный слой, на самом деле, достаточно мощный. Более полутора метров. Местами, наверное, и 2, и 2,5 метра в городе он достигает. Поэтому все это насыщено очень плотно, насыщено различными артефактами. Вот здесь представлены материалы как XVIII и XIX веков. Очень интересные предметы, находки. Некоторые редкие, уникальные, которые мы обнаружили впервые. Хотя изучение культурного слоя города начинается в 2007 году. То есть это уже, ну, порядочно, да. Ну, вот, действительно, такие площадные раскопки, они ведутся только с 2020 года, с бульвара Учителя. И вот к перечисленным Горелым Михайловичем я хочу еще добавить еще один объект. Это, если вы помните, в 2021 году проводилась реконструкция проспекта Ленина с заменой дорожного полотна. И там проводились углубительные работы, в ходе которых был потревожен, разрушен Тихвинский погост. Очень интересный, по которому мы получили радиоуглеродные даты. Они показывают нам конец XVII века. То есть это вот погребение первых насельников, вот именно горожан, жителей города Якутска. И как раз это связано вот с острогом, где сейчас работает вот Иван Викторович, за острожной стеной практически. То есть вот это первые поселенцы. Там мы раскопали несколько погребений, в том числе и младенческое погребение интересное, с очень интересным нательным крестиком, с изображением Никиты Бесогона. Вот это достаточно... У нас это впервые обнаружено. Кстати, вот обнаружение этого крестика дало мне, скажем так, возможность понять, почему программа Никиты Михалкова называется Бесогон. Потому что вот оказывается, вот этот святой, великомученник христианский Никита, он как раз известен тем, что он изгоняет бесов. Из человек вообще изгоняет бесов. А артефакты, они же обладают еще какой-то магической силой. Нет ли такого, что вы что-то нашли, что-то как-то к чему-то прикоснулись, и какая-то магия в вашей жизни произошла? Или есть, может быть, определенная магия места какого-то где-то? Магия есть однозначно. Да вы что? Я думала, вы будете отрицать. Нет, нет. Как ученый. Есть что-то такое, понимаете. Я все время говорю, что археология наша религия, и боги археологические, они существуют, которые нам благоволят, либо не благоволят. Но вот мне в этом плане везет. У меня, видимо, хорошие покровители и все время как-то помогают. Я вот неоднократно ловила себя на мысли, что ты озвучиваешь, например, вот мы нашли это, это, а вот надо бы найти еще и вот это. И буквально проходит какой-то короткий промежуток времени, и ты этот материал находишь. Значит, у вас связь хорошая с теми, кого вы называете богами археологии? Ну да, может быть и так. А ведь есть же еще, например, какая-то аура, например, в какое-то место приходишь, и тебе очень хорошо, хотя это новое здание, потом узнаешь, например, что оно построено на каком-то там намуленном месте, допустим, вот в центре города Азимут, да, вот там же был монастырь. Иоанн-Притеченская церковь. А, церковь, да. И там правда хорошо, там как-то дышится по-другому, как-то вот легко там, очень приятное место. Хотя это новое здание. Значит, вот земля, вот эту вот энергию она хранит. Ну, мне кажется, это еще зависит от того, как человек относится к тому месту. Вот для археолога, я думаю, Иван Викторович со мной тоже согласится, да, то место, где он работает, это фактически святое место. Мы к этому так относимся, я думаю, поэтому есть и, ну, ответная как бы реакция вот от этого места. Нам очень часто, например, везет с погодой. Вот кажется, что вот сейчас начинается сезон дождей, мы что-то не успеем, сделаем, и раз, и как-то меняется ракурс погоды. — Как раз вот давайте тогда, может быть, дадим Ивану Викторовичу слово, и вы нам расскажете что-нибудь интересное из вашей практики. Есть же не только хорошие места, есть же и тяжелые места тоже по энергии, да? Ну, не всегда же оно намоленное бывает и... — Мне не попадалось. — А, ну, я не специалист по намоленным местам, там, тяжелые места. Все-таки я ученый, вот в этом плане я работаю там, где необходимо работать. И, ну, вот я, как сказать, в магию и прочие вещи я не верю. — Потому что вы мужчина, мужчина вообще в это не верит. — Я верю в работу тяжелую, вот, верю в методику, и верю, что если ты каким-то делом занялся, надо полностью отдавать себя этой работе именно в этом месте. Что касается там тяжелое-легкое, ну, поверьте, что песок кидать в тайге тяжело, то, что с углинки в городе, еще тяжелее с мерзлотой проходить. Потому что вот здесь, если говорить о нашей работе, главная сложность — это вечная мерзлота, которая сокращает сроки полевого сезона намного больше, чем просто климатическое лето. Вот, Елена Николаевна сказала, что у них довольно мощный культурный слой, там, больше двух с половиной метров в среднем, два. Это действительно так. Неоднократно бывал у нее в гостях на раскопе. И ее культурный слой совсем отличается от того, на котором работали мы. То есть на территории крепости культурный слой формировался иначе, по другим причинам, и, соответственно, он имеет другую структуру, другую мощность и другую топографию. И вот если говорить об археологии города Якутска, то уже назревшая необходимость — это картирование, топографирование культурного слоя. То есть работы ведутся, и шуфы ведутся, и уже назревает необходимость создания археологической карты культурного слоя города. Ну, как это делось в Можайске, в Петербурге, в ряде других крупных городов, когда работы ведутся большими площадями, большая территория культурного слоя, они ведутся систематически, потому что культурный слой будет отличаться. Он будет отличаться даже по населению. То есть известно, что в конце XVII века город был разделен на четыре слободы, переносы Кремля, эти слободы, они заселялись разными социальными группами, разным занятием, это значит, что интенсивность хозяйственной деятельности и характер находок будет тоже маркировать те отличия в образе жизни, которые люди вели. Мы копали территорию Кремля, и там культурный слой практически не сформировался. То есть там не держали скот, там не вели какую-то хозяйственную деятельность, связанную с сельским хозяйством, поэтому мощных отложений навоза, там другой органики, мы его не наблюдаем. Кроме того, в 30-е годы при перепланировке этих земельных участков мы считаем, что проведены масштабные планировочные работы, и часть культурного слоя была срезана. Но это видится по отметкам нивелировочным, более-менее ровный горизонт, отсутствие определенных лакуны находок, монет прежде всего. И наличие культурного слоя под пятнами жилой застройки 30-х годов. То есть лучший всего культурный слой сохранился под жилыми домами 30-х, 50-х годов, которые простояли до 2012 года. То есть именно благодаря этому. Но мы нашли остатки построек, которые относятся к Якутскому Кремлю. Это постройка номер 7, предположительно, подвалы Воеводские, и постройка номер 12, мы ее назвали условно судной палатой. А это вы где нашли? Это мы нашли на территории нашего раскопа, который по улице Каландрашвили и Жиркова. У нас площадь раскопа полностью больше 2400. В этом году мы вскрыли больше 1800 квадратных метров. Остальные мы не смогли вскрыть, поскольку участки заняты действующими городскими коммуникацией, которые так и не успели перенести в течение полевого сезона. Поэтому мы не можем продолжать работать на этих участках. И перенесли эти работы на следующий год. На следующий год они будут продолжены. И, конечно, главное, что мы искали, это остатки крепости. Все ждали фортификацию, башню, два фрагмента стены. К сожалению, мы не нашли не то что остатков, даже следов близко напоминающих наличие здесь фортификации, нами не обнаружено. Вот остается только этот участок, который мы не вскрыли. Может быть, вот в этой полоске земли мы что-то поймаем, но на следующий год узнаем наверняка. Но даже то, что мы нашли постройки, относящиеся к самой крепости, это уже дало материал. И тем интереснее сравнивать работы, которые получает Елена Николаевна и мы, поскольку это посад и административный центр. Даже уже по керамике можно сказать, что у Елены Николаевны больше керамики традиционной якутской. Огромное количество. А у нас 99%. У нас всего два фрагмента якутской керамики, а все остальное у нас русская гончарная керамика. Ну и у нас большая коллекция фарфора, да, импортного. Именно для этой цели вы приехали в наш город, типа как независимые эксперты, да? Ну, я бы так не сказал. А как? Скорее всего... Немножко другая ситуация. Да, другая ситуация. Дело в том, что работ по археологии очень много, и археологов на всю работу не хватает. Елене Николаевне было сложно вести два раскопа, отделена в двух разных концах города. Поскольку она ведет 800 квадратных метров, там почти 2,5 метра междузолотного слоя, то, конечно, она начинает работать на якутском остроге. Ну, я тут добавлю, да? Да, действительно, вот строительная компания даже в прошлом году хотела организовать раскопки. Ну, как вот Иван Викторович сказал, археологов действительно мало по Якутии. Ну, если они есть, они в основном на археологических разведках по хозяйственному, ну, по Якутии, да? Все заранее на полевой сезон... 100 человек 20. Полевой сезон на них уже заранее в весне уже известно. Это непопулярная такая профессия сегодня, или почему у нас так мало археологов? Это связано, ну, я так мое субъективное мнение, да? То, что до 15-го года вот этот археолог... То есть в советское время тоже было обязательная экспертиза земельного участка, но потом в 90-е, нулевые годы, и, можно сказать, до 15-го года вот обязательная экспертиза земельного участка на археологической разведке перед любой намечаемой деятельностью, его не было. В 15-м году такое появилось, и в связи с этим, можно сказать, целое поколение, ну, разрыв получился. Ну, сейчас, ну, новые молодые археологи начали появляться. Ну, вот по поводу вот то, что... По средней кампании, да? Ну, да, мы действительно... Они к нам обратились. Мы к Елене Николаевне. Елена Николаевна сказала, что она не может, что параллельно две дверь не смогут. Ну, и к остальным. То есть остальные все уже были заняты. Ну, и пришлось обратиться к коллегам, к другим органам охраны объекта культурного наследия, и вот к концу этого мы вышли о северной археологии, и вот Иванов-Ролов работают. Ну, и они вот, соответственно, с ними заключили договор. Вы, если сами приезжаете, вот, Елена Николаевна, на раскопки, вы прям сами берете лопату и сами копаете? Ну, вообще, я отношусь вот к числу таких археологов. Ну, мне надо все пощупать своими собственными руками, поэтому я с раскопа практически не вылезаю. Вот Иван Викторович меня в течение лета звал периодически, Елена Николаевна в гости приходить, ну, несколько раз, конечно, мы были, но невозможно оторваться, потому что это же такой процесс, когда буквально, ну, любую минуту может произойти какое-то открытие, и хочется быть, как говорится... Просто это же очень тяжело, если такая физическая работа... Да, работа археолога сложная, тяжелая, поэтому у нас в основном работают на раскопе мальчики, в основном... А вы просто рядом наблюдаете, да? Нет, я и копаю сама, ну, не всегда получается, но если есть возможность такая, если какой-то период времени вот выпал свободный, я абсолютно беру лопату и копаю вместе со всеми. Несколько девочек у меня было, но вот это нужно... Не все выдерживают. Действительно, физически тяжело, потому что грунт тяжелый, влажный, идет оттайка, когда то грунт очень мокрый, и поэтому он тяжелый. Девочкам, конечно, сложно... Еще если палящее солнце, так вообще это тяжело вдвойне. У нас сейчас будет короткая реклама, буквально 4 минуты. Дорогие слушатели и зрители, мы очень скоро вернемся и продолжим говорить об увлекательном и интересном. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить про интересное и увлекательное, про находки, которые нашли археологи в нашем городе. В нашей студии сегодня Елена Соловьева, Гаврил Терентьев и Иван Фролов. Продолжаем говорить о том, что интересного в вашей работе произошло за последнее время. Я забыл сказать, что цель археологических и спасательных работ, это же прежде всего в археологических находках, предметах, то, что культурный слой это следы существования человека, что было раньше и так далее. То есть, когда нам археологи по итогам археологических и спасательных работ отчитываются, они говорят, что полностью культурный слой выкопан, и археологических предметов там нет. И вот эти археологические предметы у нас создаются на течение трех лет в государственную часть музейного фонда. Вот я хочу сказать, что цель археологических и спасательных работ. А почему бывает выкопан культурный вот этот вот слой? Потому что сначала туда строители, вместо того, чтобы сначала археологов на какое-то место, прежде чем какую-то постройку сделать, и все разрушается, да? Да. Если они архестроители, то если они, грубо говоря, без этого археологические специально работают в группу, то выкинут. Выкинут, и наука не узнает, что там раньше было, ну, и, соответственно, свидетельство о развитии города, как бы, и так далее. С учетом того, что вот мы в первом блоке говорили, что археологов у нас не очень-то и хватает в городе, профессия, вот когда я поступала, по-моему, вот на факультет археологов можно было говорить, но если ты никуда не поступил, то туда ты точно пройдешь, там недобор. Вот я помню вот это. Может быть, что-то изменилось, вы говорили, просто какой-то был там пробел, да, может быть, на сегодня что-то изменилось. И с учетом того, что профессии не так популярны, не так много людей, этой специальности в нашем городе, получается, на вес золота вы, такие специалисты, то и строят у нас очень много, то, значит, больше разрушенного такого слоя культурного, нежели сохраненного, получается, да? Ну, в основном, до 15-го года, можно так сказать, и было. После 15-го года, там вот, сейчас жесткий контроль. То есть, по-честному, у нас любые строки через наше согласование проходят, ну, большие строки имеются, которые будут через госэкспертизу, проектную документацию проходят, и далее. И за счет этого у нас до 200-300 разведок в год доходит. Если раньше было там 10-20-40, сейчас 10 раз больше после 15-го года, но статистика показывает. Ну, это супер тогда. Елена Николаевна, сегодня принесли, еще раз хочу обратиться к тем артефактам, которые принесли. И большое спасибо, что у меня была такая возможность, их даже потрогать можно было. Тут есть монеты, есть вот такой гребень красивый, вот предметы, которые нам режиссер покажет, которые ниже, это, оказывается, курительные трубки, я даже не распознала. Ну, я, во-первых, хочу маленькую ремарочку сделать насчет популярности профессии археолога. Нет, наша профессия популярна. Я тоже так думала. В принципе, это же археология, это романтика, это каждодневные открытия в течение полевого сезона. Просто тут еще вопрос с трудоустройством. То есть, если они, ребята, и получат, допустим, специализацию археологии, их нужно куда-то трудоустраивать. С этим у нас вот проблема. Вот если бы были организации, куда можно было их трудоустроить, у нас на сегодняшний день получается, что по республике это всего три организации, которые имеют право, лицензию на проведение подобного рода работ. Это Музей археологии и этнографии СВФУ, Институт гуманитарных исследований и Арктический научно-исследовательский центр, который я представляю. Да, имени Светланы Александровны Александровны Федесеевой, на которую я нахожу, что вы очень сильно похожи. Вчера, когда я смотрела эфир, очень красивая женщина. Сегодня вы зашли у меня, прямо думаю, надо же, какое сходство. Спасибо. Не говорили вам? Нет, нет, не говорили. Удивительно. Ну вот по поводу находок, я что хочу сказать, очень много интересных находок. Вот, например, вы показали... Ой, можно покажу, да? Не знаю, увидит, не увидит оператор. Это вот в этом году у нас первая такая находка, это печной изразец. Это вот просто удивительное дело, что вот в 18 веке, оказывается, люди заботились не только о практическом, о проблеме согревания и о помещении, о тепле, но и об эстетических каких-то вот таких вещах думали. То есть это же прям красота необыкновенная. То есть печь вот такими изразцами украшали. Это вообще очень здорово. Спасибо, что показали. Если на столе лежит, то, наверное, будет лучше видно показать. Да, красиво. Целую коллекцию курительных трубок мы собрали, разнообразных совершенно. Вот тоже уникальные вещи, уникальные. Это трубки глиняные турецкого типа, тахта-чубук. Они имеют даже клейма производителя, но они появляются у нас только в 18 веке, после русско-турецких войн и первоначально они появляются в качестве трофеев, а впоследствии уже начинают наши мастера, российские мастера копировать эти трубки и изготавливать их самостоятельно. У нас-то небольшая коллекция таких трубок собрана. Потом вот коллекция, это традиционная трубка ганза или хамса, как называется по-якутски. Вот такая деревянная основа и металлическая чашечка такая, у нее еще нижняя часть должна быть. И вот совершенным открытием лично для меня стали вот такие трубки бурчо, так называемые, это трубки, которые не имеют чубука, то есть табак забивался прямо вот в это отверстие и дым табачный он всасывался через отверстие с противоположной стороны напрямую. очень большая коллекция у нас вот таких трубок в этом году собрана. Помимо артефактов большую ценность представляют и строительные конструкции, которые мы обнаружили. Вот у Ивана Викторовича это, например, воеводский подвал, да, а у нас мы начали, у нас более поздний материал тоже сохранился, 19 век, у нас, например, обнаружена была ливневая канализация, то есть это удивительно, что мы сейчас город страдает из-за того, что нет нормальной ливневки, а в 19 веке существовала в городе ливневая канализация, целая система. Она, правда, деревянная была, конечно, не такая, скажем, наверное, практичная, как нынче, но тем не менее она действовала. Мы обнаружили на участке, на котором работали, вот на Чернышевского, костерезную мастерскую 19 века, и по отходам производства, однотипным отходам производства, по заготовкам гребней, по самим гребням. Мы вот определили специализацию мастера костереза, как именно мастер-гребенщик. И вот я принесла как раз сегодня вот один гребень, это вот гребень якутской работы, именно этого мастера, и что удивительно, тоже вот здесь есть на гребне знак собственности, то есть кому принадлежало это написано, какие-то вот буквы, какие-то значки, означающие принадлежности. А вот этот гребень, запатентованная вещь. Вот этот гребень, он более ранний, это гребень 18 века, и он очень похож, скорее всего, это такая северорусская резьба, и он богато украшен, конечно, такими изображениями, здесь и фитоморфные изображения, то есть растительные и утки изображены, значит, и скорее всего это подарочный какой-то, я думаю, может быть, кому-то на свадьбу подарили, потому что всё-таки утка это символ семьи, потому что вот она высиживает в гнезде утят, и поэтому вот может быть какой-то девушке на свадьбу подарили. Как может разыграться фантазия у археолога после нахождения какой-то вещи, зная какие-то факты, вообще вы можете прям целую картину нарисовать, как это было, кому это было подарено. А ещё, знаете, удивительно, то, что большую коллекцию собрали предметов, связанные с, скажем так, с развлекательной частью жизни горожан, это фигурки, фишки, игровые фишки, видимо, шахматные фигуры, может быть, игру в мельницу, солитер, в принципе, там игр было много, есть и предметы, которые связаны с азартными играми и с интеллектуальными, которые требуют математических каких-то вычислений, таких вот, да, вот фишка домино, тоже самодельная из бивня мамонта, мы видим здесь, да, вот, и вот очень интересная, вот эта фигура. Из бивня мамонта сейчас бы сколько она стоила, да? Ну да, но в то время, в принципе, бивень, видимо, был более доступен, и как раз, кстати, рядом с этим местом на площади Ленина же располагался гостиный двор, где как раз торговали бивнем, и Малый базар еще ближе находился, тоже торговали бивнем. Вот очень интересная подвеска, видите, такая биконьковая, с изображениями конских голов, орлина клювых, как их называют. То есть это вот, опять же, скорее всего, выполнил мастер якут, это вот именно подражание скифскому звериному стилю, вот в этом стиле выполнено. Обычно мы с такими подвесками встречаемся изготовленными из металла, из серебра или из латуни, да, а тут вот из кости это вот единственная такая уникальная вещь. Ну вот тоже санки, например, игрушка, детская игрушка, русские санки, вот классическое изображение такое, и они еще были расписаны, вот тут следы краски даже вот сохранились местами. Кольца, перстни вы тоже принесли, один взрослый, да, перстень, другой детский. Ну это тоже, чтобы показать, что, в общем-то, ничего в нашей жизни не меняется. Сегодня мы пытаемся детям разные украшения приобрести, есть и серебряные и так далее. Вот и очень-очень. Я тоже сижу и думаю, ничего, суть человека не меняется, да, и тут и пагубная привычка курения, вредить здоровью, напомним, тут и какие-то игры интеллектуальные, и выход замуж, и деньги, и детские игрушки, все как и сегодня. вся жизнь. У нас комплекс находок сильно отличается от этого. Прежде всего, даже если продолжать тему вредных привычек курительных трубок, у нас комплекс есть, фрагменты трех голландских курительных трубок с 17-го, с самого начала 18-го века, которые именно при Алексее Михайловиче, Федоре, Алексее Михайловиче, Романове и Петре Первым вошли в моду русского человека. У нас одна с клеймом голландским. У нас тоже есть изделия из бивня, но гораздо их меньше. Действительно, шахматная фигурка, и там тоже шахматные фигурки. Но я бы не сказал, что это развлечение. Тазартные игры в 17-м веке были запрещены, а в 18-м веке были вытеснены карточной игрой. И правила шахмат немножко отличались, и проигрывались целые состояния. Шахматные игры, игры, шахматы, это как раз атрибут служилого населения. Были даже челобития о том, что запрещались и шахматы, и игра в зерни, особенно кости игральные. Ну и у нас также много элитных вещей, о которых мы говорили. Это помимо китайского фарфора, импортного, голландские курительные трубки. У нас есть фрагмент стакана с вензелем Елизаветы Петровны в Орденской звезде. Такие аналогии есть. Мы нашли только в Государственном историческом музее. То есть такие стаканы их нельзя было купить. Ими награждали. Либо при вручении орденов, либо за, ну как бы, как знак поощрения. Помним, что при Елизавете Петровне было такое понятие, как лейбкомпанцы. Офицерство приобретает определенные привилегии. Награды были разные. Не обязательно ордена, но и вот бытовые вещи с орденской атрибутикой. Тоже у нас есть шахматка одна. Очень тонкая работа из бивни мамонта к ранним относятся. И монеты у нас не такие большие, как вот здесь представлены у нас серебряные монеты чешуйки. Большая часть из них относятся к концу 17-го, начала 18-го века. Это Федор Алексеевич, старший брат Петра I, и Петр I. Причем две монеты относятся к периоду Двоецарства, Ивана и Петра. Ну и действительно очень важное значение имеют сами конструкции. Вот седьмая постройка, о которой мы говорили, она 17-го века, она полностью собрана из судовых деталей. То есть это вторичное использование кораблей. А это забыл. Корабль пришел, его разобрали, из него построили. Да, Елена Николаевна тоже из судовых деталей. У нас прямо много. Вот там судовые детали в конце 18-го, 19-го века, а у нас 17-й век. Соответственно, вот, потому что 12-я постройка построена из леса, из не из корабельного, не из столичного, немножко другая. Кроме того, у нас ледяное окно, оконница, очень хорошие такие крупные пластины есть, остатки печи, большая коллекция русской керамики, о чем я уже упоминал. Но и у нас неплохая коллекция тканей. Я думаю, у вас тоже с этим в порядке все. Кожаную обувь тоже мы могли видеть. Сыновки камышовые. У нас есть сыновки и что-то вроде корзины. Классный коврик. Собрали мы тоже небольшую коллекцию именно плетеных вещей и тканей. У нас бамбук есть тоже, у вас тоже, думаю, есть. У нас бамбук относится к 20-30-м годам. У нас фрагмент ширмы, которые были популярны в многоквартирных коммуналках, условно говоря. У нас это город Сургут. Ну, в России вообще, да. В 20-30-е годы. Ну, да, Гавел Михайлович намекает на фрагменты берестяных грамот, с которыми мы уже два дня тут активно работаем. Позавчера в центре цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии мы делали высокоразрешение цифровые копии этих грамот. И вот позавчера и вчера наш специалист Илья Дмитриевич Гошков прилетал сюда из Сургута работал с текстами. В ближайшее время мы готовим публикацию, которая в этом году уже выйдет. Значит, в качестве статьи грамоты станут доступны более широкому кругу интересующихся в национальной библиотеке и в университете. По запросу можно будет с ними работать. Когда астрономы открывают звезду, звезде дается имя. того, кто ее открыл. У вас есть что-то подобное? Какую-то находку находите и это как-то связано с вашим... Мы даем ей номер. А имя ваше? Вот того, кто нашел. У нас есть номер. Гаврил Михайлович уже сказал, что все предметы передаются в государственную часть музейного фонда. И каждая находка имеет паспорт как у человека. И там не допускаются такие же вольности, как при выдаче паспорта. То есть, когда вы получаете паспорт, вы, конечно, можете любое имя выдать, но есть ограничения. И более того, после того, как находка переходит в музей, музей это вносят в государственный каталог в государственной части музейного фонда. И там есть уникальный номер, который вы можете увидеть. Поэтому и наименование предметов тоже соответствует с законом. То есть, регулируется правилами музейного учета и хранения. То есть, мы даже не можем назвать находку как нам заблагорассудится. Есть требования. Но сленговые названия есть. Но они не даются. И в опись, и в историю она входит как... Они просто между нами. Я вот могу рассказать историю. У нас появился новый термин совершенно. В этом году целая серия находок у нас было. Такие берестяные коробочки Турдуя. Очень простые. Ну, как говорится, на один раз как будто сделаны. И внутри этих коробочек закрыты сверху крышкой, перевязаны веревочкой. А внутри этих коробочек волосы и монеты. Или что-то заменяющее. Берестяные такие диски, заменяющие эти монеты. И вот у нас появился такой термин. Проклянушка. Потому что, ну, для чего-то явно связано с каким-то магическим обрядом. Пока мы не знаем еще, что это такое. Но, скорее всего, это благопожелание, конечно. Но вот первое, что пришло в голову, что это что-то какое-то проклятие. И поэтому все уже это прямо по раскопу распространялось. Когда находили вот подобную коробочку содержимую, говорили, о, опять проклянушка. Так что вот... Это из серии народной этимологии. Ну, рабочие нашли фрагменты монштука голландской трубки, они карандашом обозвали. Вот. Я был очень возмущен грамотностью и невнимательностью людей. Я не добавлю, Вот. Ну, археологических предметов, может быть, и названий нет, да? А вот самых археологических объектов, которые находят, да, им название не дают. Обычно привязка делается в каком-нибудь местности, да? В ближайшем. Например, вот в Мирницком районе, где раскопка пройдет, там Лохан, Батубая, называется, Хатын-Нах, Кучугун-Нур, Хран-Нах, Вилюйске. Ну, и там есть по 1200 археологических слушателей и зрителей беседу провели и показали столько много интересного. Спасибо вам за вашу работу, которая делает нашу жизнь интереснее и ярче. Всем спасибо.